Добрый день, дорогие читатели, и кто присоединился к нам на эту встречу. Меня зовут Желкова Мария Анатольевна, я ведущая библиотекарь краеведческой библиотеки имени Виссариона Григорьевича Белинского. Сегодняшняя наша встреча приурочена к Международному дню леса. Я хочу немножко рассказать об этом дне. В 2012 году Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций провозгласила 21 марта Международным днем лесов. Этот день отмечается в ознаменовании важности всех типов лесов и целью повышения осознавления об их роли. Каждый Международный день лесов производится целью оказать поддержку и усилиям стран на местном, национальном и международном уровнях. Организации мероприятий, связанных с лесами и деревьями, например, компания по посадке деревьев. Сегодня древесина применяется в самых различных областях, включая основание космоса. Потребление и производство древесины жизненно важно для нашей планеты. Перед началом мероприятия я хотела бы вам порекомендовать книги, которые вы можете продолжить у нас в библиотеке. Это книга Вячеслава Штурова «Алмазно-бриллиантовый комплекс России» и создание и становление алмазной компании «Алроса». Я немножко хочу рассказать об этой книге. Книга посвящена развитию алмазно-бриллиантового комплекса России в последнем десятилетии XX века, создании и становлении его системообразующего ядра алмазной компании «Алроса». Создание адресуется специалистом, горнодобывающей, промышленности и других отраслей реального сектора экономики, управленцем, экономистом, историком, ученым, преподавателем и учащимся всех ступеней образования. Вот такая вот книжка. Еще есть книга «Во благо лесов Якутии». Книга посвящена с недесятилетию Организации лесного хозяйства и пути истории, которого берет начало 1939 году. Подражены основные лиха истории лесного хозяйства. Приведены статьи о лесоводах республики, внесших значительный вклад в становление и развитие отрасли в различные годы. Особо охраняемые природные территории Республики Сахай-Якутия. Вот эта книга у нас. Создание кратко описывает формирование значимости в современной состоянии системы особо охраняемых природных территорий Республики Сахай-Якутия. Дает кратко характеристики по государственным природным заповедникам, природным паркам и по международной биологической станции. Вот такая вот книга. И наконец у нас есть еще такая книга «Удивительная и загадочная Икутия». Вот эта вот книга очень хорошая. Она иллюстрированная. Вот такая вот с иллюстрация. Идет все описано. Очень хорошо. Вот эти все книги вы можете у нас одолжить в проекте в том отделе. В этом году мы запустили новый проект. Я немножко расскажу еще про проект. Это наш новый проект «12 шагов к осознанному потреблению». Сегодня это уже наше третье мероприятие. И наша сегодняшняя тема по сохранению лесов, леса Якутии. Мы пригласили в гости Добролюбова Павла Андреевича, ведущего инженера по охране окружающей среды Экологического центра АК Алроса Публичного акционерного общества, Кондратьеву Екатерину Михайловну, главного специалиста группы охраны водных ресурсов и использования медр Экологического центра АК Алроса Публичного акционерного общества, Ибек Булатову и Лилию Елаевну, ведущего инженера по охране окружающей среды Экологического центра АК Алроса Публичного акционерного общества. Я заранее хочу сказать, если у наших слушателей будут вопросы, вы можете их написать в чате. Мы их в конце обязательно озвучим. Итак, добрый день, наши дорогие гости. Я даю слово вам. Здравствуйте. Добрый день. Все, уже слышно? Слышно, да? Да, слышно. Хорошо. Так, получается, ну, начнем, наверное, мы с Лилией Лаевной. Всем добрый день. Мы с Лилией Лаевной выступим с темой, ну, у нас, получается, общие сведения в целом по лесным ресурсам Якутии, по особо охраняемым территориям и полезные привычки. И потом уже Екатерина добавит у нас про... Что там, Екатерина, у тебя? О важности связи болот и лесов, о том, как болота зачастую обеспечивают благополучие лесного фонда. А можете включить демонстрацию экрана? У нас нет возможности показать. Сейчас. Дать возвращение. Да, я взяла. Есть, да? Угу. Всем видно, да? Да, видно. Видно общий слайд либо с комментариями? Общий слайд видно, ага. Ага, все, мы начинаем, получается. Якутия и Республика Саха-Якутия – это самый крупный по территории регион России и одна из самых крупных административных единиц в мире. Территория у нас – это 3 миллиона 83 тысячи квадратных километров. Численность населения более 956 тысяч человек, включая 33 административных района, то есть Улуса. Это и, ну, одни из крупных городов – это Якутск, Нерингро, Мирный. Получается, на такой обширной территории представлено сразу 4 климатических зоны. Большая часть Республики Саха, около 80%, занимает тайга. На севере узкая полоса леса тундры, потом переходит в тундру и сменяется арктической пустыней. Большая часть территории расположена в зоне средней тайги, которая к северу сменяется зонами леса тундры и тундры. Дисистость составляет более 46%. На данном слайде представлена структура земельного фонда Республики Саха-Якутия по категориям земель. Измеряется в тысячах гектар. Получается, категория земель – это часть земельного фонда, выделяемая по основному целевому назначению, имеющей определенный правовой режим. Все земли по своему основному целевому назначению подразделяются на 7 категории. На данном слайде у нас представлены как раз-таки 7 – это земли особо охраняемых территорий и процент получается от общего объема. Также земли промышленности, транспорта и нового назначения, земли населенных пунктов, земли сельскохозяйственного назначения, земли запаса, земли водного фонда и земли лесного фонда. В соответствии с лесными и земельным кодексами Российской Федерации к данной категории относят лесные и нелесные земли. Лесные земли представлены участками, покрытыми лесной растительностью и участками, не покрытыми лесной растительностью, но предназначенными для ее восстановления. Вырубки, гайри, прогалины, участки, занятые питомниками и тому прочее. Получается, также здесь на данном слайде видно структуру земли лесного фонда по угодиям, также измеряется в тысячах гектар. Добрый день, уважаемые коллеги. Следующий слайд. Общая площадь земли лесного фонда 255 тысяч 110 тысяч гектаров, лесисты 46,7%. Вот здесь приведены основные деревья, главной лесообразующей породой является даурская лиственница. Это первая картинка таурская лиственница. Сосна распространена главным образом в южных улусах. Кедр растет у нас, значит, сибирский кедр растет. Это три улуса, Ленская, Алёкминская и Алданская районы. Кроме этих основных древесных пород, произрастают ель также на территории Якутии, береза, тополь. Из кустарниковых и полукустарниковых пород значительнее площади занимает кедровый слайд и китайники. В незначительных количествах встречаются в виде примесей пихта, ольха, черемуха, рябина, боярышник, жимолость и другие древесные кустарниковые породы. Запрещены крупки кедра повсеместно, кедровый слайд, но за исключением тех случаев, где он является единственным видом топлива. И ель в долинах река Лены, Амги, Алдана и Вилюя. Большая часть лесов, это примерно 85%, относятся к лесам третьей группы. Без лесов третьей группы в категории эксплуатированных относятся 19%, остальные являются резервными или недоступными. К резервам лесам отнесены лесные массивы, расположенные на значительном расстоянии от путей транспорта и не намеченные к освоению в течение ближайших 20 лет. К недоступным лесам отнесены лесные участки, недоступные к эксплуатации по природным условиям. Лесов второй группы у нас в республике нет. Территория Якутии разделена на 7 флористических районов. Это Арктический, Оленекский, Колымский, Яно-Индигирский, Центральный Якутский, Верхнеленский и Алданский районы. Вот здесь на карте написано сокращенный Оленекский район, Центральный район, Верхнеленский, Алданский на востоке Якутии. Самым богатым флористическим районом является Алданский, на юг Якутии, где выявлено 1166 видов и подвидов высших сосудистых растений. Или около 60% это флора Якутии в Алданском районе. Наименьшим видовым разнообразием отличается Колымский флористический район, это восток, видимо, да, Якутия? Здесь просто не видно картинка скрыта. Северо-восток. Северо-восток. Наименьшим видовым разнообразием отличается Колымский флористический район, где насчитывается 685 видов и подвидов, что составляет 34% видового состава Якутии. В Якутии также произрастает 318 видов лекарственных растений. Из них 105 применяется или перспективны в научной медицине. Остальные используются в народной медицине. Следующий слайд. Вот растения, которые вошли в Красные книги Республики Саха и Якутия и Российской Федерации. Это радиола розовая и вздутоплотники, сибирские, махматы и другие растения. Растения этой группы, которые внесены в Красную книгу, не подлежат к заготовке. А медицинское использование должно базироваться на их культуре. Следующий слайд. Сегодня система лесного хозяйства Якутии представлена 25 государственными казенными учреждениями. Вас не слышно. Я не слышу, или у вас связь есть? Занимается отдел защиты леса и лесопатологического мониторинга по Республике Саха и Якутия. Также центр защиты леса Республики Барятия и якутский филиал авиалесоохрана. Здесь представлены у нас, получается, логотипы и данные, получается, всех учреждений специализированных. С начала пожароопасного сезона за 2022 год на территории Республики Саха и Якутия было зарегистрировано 2061 лесной пожар на общей площади 6,3 миллиона гектар, что составляет около 2,5% от площади лесного фонда на территории Республики. Но уже в 2021 году, получается, в Якутии сгорело около 8,7 миллиона гектар природной территории. Количество пожаров было меньше, чем в 2020 году, но, получается, охват как раз-таки больше. Это было 1694 лесных пожара. По словам Айсена Николаева, на тот момент предварительный ущерб, нанесенный лесному фонду, оценивался в 1,6 миллиардов рублей. Подсчеты еще ведутся, ну, точнее, уже были определены о более точных цифрах, можно будет говорить после завершения пожароопасности. Ну, соответственно, он уже закончился у нас, сейчас уже идет подготовка к текущему году пожароопасной ситуации. Все слышали, что были направлены средства федеральные и государственные как раз-таки на защиту леса в этом году в Якутии. Получается, что такое особо охраняемые природные территории? Это участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования, и для которых установлен режим особой охраны. Получается, в целом у нас по Якутии, ну, у нас есть также федерального значения, регионального и местного. В итоге у нас получается всего 234 объекта таких и общая занимаемая площадь вот 116 миллионов гектар. Усть-Ленский государственный природный заповедник является природоохранным, научно-исследовательским и эколого-просветительским учреждением федерального значения, имеющим целью сохранения и изучения естественного хода природных процессов и явлений, протекающих в арктических и субарктических тундрах, низовив реки Елены и примыкающей акватории моря Лаптевых, а также Новосибирских островов и разработку основ восстановления и рациональной эксплуатации биологических ресурсов в северной республике Сахо-Якутия, генетического фонда растительного и животного мира, отдельных видов и сообществ растений и животных, типичных и уникальных экологических систем. Получается, данный заповедник расположен у нас в Булунском улусе, ближайший населенный пункт это поселок Тикси, дата образования данного природного заповедника это 24 мая 1984 года, статус это действующий и назначение это охрана природы, сохранение биоразнообразия, как я сказал выше, и получается находится он под ведомством Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, занимаемая площадь это более чем 6,5 миллионов гектар и охранной зоны нет, ну вот ниже представлены и представители фауны данного природного заповедника, ну и в целом пейзажа. Также есть еще Лёкминский государственный природный заповедник расположен в Лёкминском улусе, дата образования 3 января 1984 года, также действующий назначение также охраны природы и сохранения биоразнообразия, находится под ведомством Министерства природных ресурсов и экологии, площадь 851-852 тысяча гектар, и также присутствует еще охранная зона, это 28 тысяч гектар. Что нужно взять с собой, отправляясь, если эти предметы не займут много места, но очень помогут вам, нам в лесу, если человек заблудится. Телефон всегда должен быть полностью заряжен, поможет связаться с близкими спасателями, узнать время. Здесь есть перечисленные небольшие вещи, которые нам необходимо брать с собой. Спрос на лесные дары постоянно растет, лес вырубается и горит, а вот новый растет медленно. Мы можем все это изменить. Здесь, значит, собраны 5 хороших привычек, которые помогут вам беречь деревья, пока вы занимаетесь привычными делами. Выдете из, вот первое, да, выйдете из одноразового леса. Что это означает? Бумажные стаканчики, листовки, бумажные пакеты, салфетки и полотенца. Это все бумага на один раз. А за любые одноразовые вещи стоят природные ресурсы, потраченные ради очень непродолжительного времени использования. Например, для производства одноразового бумажного стаканчика, в который служит человеку в среднем 15 минут, ежегодно вырубает 32 миллиона деревьев. Много и обидно. Как быть? Подберитесь для себя удобную термокрошку или бутыль для напитков. Найдите красивые носовые платки. А для кухни радостные полотенца из бесприятных тканей. Сможно также спокойно выпить свой любимый напиток в кафе, а не на бегу. Если на бегу привычнее и очень хочется, термокрошка придет на выручку. Вторая из тех привычек, которые необходимо нам всем себе взять за основу. Сдавайте макулатуру. Значительная часть производимой бумаги можно вернуть в оборот. Сбор макулатуры помогает сохранять новые леса от вырубки, а по качеству листы историчной целлюлозы ничуть не хуже. Дорогие сердца, бумажные календари можно трансформировать в украшения интерьера, а недорогие сдать переработку. И очень важно помнить, что бумажные салфетки, туалетная бумага идут только в компост и канализацию, а кассовые чеки и бумажные стаканчики не перерабатываются вовсе. Третье. Вернитесь в библиотеки. Домашняя библиотека – это моя прелесть каждого книголюба, но не всем изданиям найдется много места на полке, и свою книгу мы не всегда узнаем с первого взгляда. Библиотеки выручат. Если книга запала вам в душу, ее имеет смысл купить и беречь как доброго друга. А нет, так можно попрощаться с историей и уступить место следующему читателю. Если вы предпочитаете читать книги в электронном формате, выберите надежную читалку, которая верой и правдой послужит вам долгий электронный век, а после проводите ее во вторую жизнь. Бумажные книги и журналы, которые вроде всем хороши, но пылятся без дела и совсем вам недороги, можно передать библиотеку или благотворительный фонд, отнести на букросинг, вечеринку, поставить на полку для обмена книгами в подъезде или на работе, раздать друзьям и коллегам, продать. В самых грустных случаях книги можно сдать на акулатуру. Печатайте необходимые, тоже очень важная привычка. Если у вас есть возможность не распечатывать файл, не печатайте его, а если без этого никуда, подпольтесь к двусторонней печати. Найдя ошибку в важном документе, не торопитесь списывать со счетов этот лист. Наоборот, их можно печатать в материале для себя и черновики для вдумчивого чтения, записывать в списке вещей или продуктов, чертить мандалы, писать записки любимым и рисовать единорогов с детьми. Отпечатанные зусором листы, которые вам больше не нужны, смело отправляйте в макулатуру. Офисные распечатки. Можно скормить Шрёдера перед сдачей в переработку. Ну и, значит, также следующее. Дарите радость. Порадовать друзей и близких можно без использования подарочной оберткой. Выберите для них действительно нужную вещь без упаковки. А еще лучше дарите впечатление электронный билет в кино и театр, на концерт или мастер-класс, поход в спа или на урок танцев. Есть миллион вариантов. Если без бумаги тут не обошлось, пусть не нужно отправиться в макулатуру. У бумажной подарочной упаковки есть альтернативы. Подарок можно положить в эко-мешочек, завернуть в платок или шарф, преподнести в многоразовые сумки или вручить без какого-либо дополнительного украшения, что тоже очень немаловажно. Будем честны, хороший подарок не забывается, а ненужной упаковкой этот подарок не исправишь. Эти пять привычек помогут сберечь нам наши ресурсы. Я вижу, к нам вопросы уже накопились. Да, у нас вопросов очень много оказывается. Если оценивать последние 10 лет, как за этот период сократилась территория городских лесов? Спрашивает Надежда. Так, ну, например, если взять даже просто 20-й год, то как раз-таки за период 20-го года сократилось на 20 тысяч гектар. Они были переведены уже там в промышленные земли, вот этот лесной фонд. Поэтому вот даже просто за последний год, ну, точнее, за предыдущий год у нас вот получается сокращение вот уже было на 20 тысяч гектар. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, какие основные экологические проблемы стоят сегодня перед Якутией? Варвара спросила. Ну, я думаю, такие же, как и в других регионах с поправкой, естественно, на наши климатические транспортные, на условия транспортной малодоступности. Это и лесные пожары пресловутые, конечно, и загрязнение вод, и отсутствие нормальных полигонов для накопления и переработки, в первую очередь, отходов. То есть отходов становится все больше, а возможностей для их переработки очень мало. То есть зачастую это только вывести куда-то в другой регион, чтобы переработать. Одних пластиков, пластиковых фракций больше десятка существует уже, и каждый требует своего типа переработки. Так что, я думаю, основные проблемы мы и так видим вокруг себя, и они требуют срочного решения. В этом году какие меры заранее запланированы против лесных пожаров, учитывая опыт прошлых лет? Спрашивает Николай. Ну, скорее всего, это будет, во-первых, это уже прошло финансирование, также это уже с марта месяца уже были как раз-таки собрания, сборы различного характера, участие и подготовки к пожароопасному сезону. Также, наверное, во внимание будут приняты предыдущие ошибки, то есть как раз-таки там выезжали на пожар, как раз-таки в зависимости от того, ну, какой там, какая площадь. И также там еще, если вблизи города, там как раз-таки учитывалось то, что, ну, по законодательству там, что 10 километров было, тогда уже стоит беспокоиться. И как раз-таки, ну, думаю, в этом году будет кардинальное изменение в плане тушения пожаров. Я сейчас озвучу еще один вопрос, потом мы вернемся к мероприятию, и остальные вопросы я, вопросы в конце мероприятия я обязательно озвучу. Последний вопрос, почему очень маленькая территория общедоступных охотничьих угодий вблизи города Якулска? Спрашивает Василий. Ну, отлично, я не смогу ответить на этот вопрос, не знаю точно. Возможно, как раз-таки там охраняемая территория, это, во-первых, потом очень много промышленных зон. Как раз-таки город развивается, растет, поэтому и уменьшается, ну, общая территория вообще в целом лесных угодий. Ага, хорошо, сейчас вернемся к мероприятию, и остальные вопросы я в конце обязательно озвучу. Так, я тогда останавливаю демонстрацию, Катя, возьми управление. Хорошо. Хорошо. Запускаю, да? Да, запускайте, пожалуйста. Я бы хотела поговорить с вами о такой неожиданной, но важной для наших лесов теме, как таежные болота. Ну, вот ни для кого не секрет, я думаю, в лес ходят все по грибы, просто погулять, но ни для кого не секрет, что наши леса относятся к лесам заболоченным. Для чего же в лесной экосистеме нужны болота? Переключите, пожалуйста. Дальше. Здесь кратко представлено, что, собственно говоря, себя представляют болота, но мы поговорим не о болотах конкретно, а о заболоченных лесах, то есть о том, какие условия в них создаются. Это и повышенная влажность почвы, и низкие температуры по нижнему слою, высокие по поверхности, и анаэробность, то есть низкое содержание кислорода в почве, слабая проточность, быстрое нарастание махового покрова на маховых болотах. У нас как раз маховые болота. Дальше. Здесь приходит на ум такая интересная очень аналогия с физикой. Наверное, слышали, что есть такой закон возрастания энтропии в термодинамике, то есть чем больше хаоса в системе, тем она более, как ни странно, упорядоченная и устойчивая. И чем более у нас лес такой вот разнородный, включая в себя разные участки, тем более эта вот экосистема леса будет устойчива. То есть чем более гетерогенность разнообразна, тем она более устойчива. Дальше. Именно на болоте, заболоченных участках леса сохраняется такое вот максимальное видовое разнообразие, и некоторые виды, которые обитают, произрастают южнее, они могут постепенно перемещаться на север, благодаря вот таким вот коридорам заболоченным. Это очень интересно. К тому же болота создают особый рельеф, являются источниками природных ресурсов, там очень много питательных веществ, они удерживают большое количество воды, даже влияют на количество осадков в нашем регионе. То есть это такой вот гигантский аккумулятор и фильтр для значительной части воды, поступающей в наши реки. Далее. Обратите внимание, это всего лишь один Мирненский район, Мирненский Улус, а сколько речек. Здесь показаны только крупные достаточно реки, а на самом деле это целая огромная сеть. И все это фильтруется через болота, все эти ручьи, водотоки, малые речки и поступают в более крупные реки. То есть благополучие и хорошее качество вод в крупных реках, таких как вот здесь Вилюй показан в районе Светлого, на нижней фотографии это Малек Осетра. Осетров в том числе выпускает компания Россо совместная с Чернышевским рыбоводным заводом. Благополучие рек в том числе зависит и от болот во многом, и заболоченных лесов. Поэтому болота наши друзья, они вовсе не какие-то непригодные ни для чего участки. Давайте дальше. Наши болота относятся к субарктическим, поскольку они находятся в зоне сплошного залегания многолетней мерзлоты. Даурская лиственница, о которой до этого говорила Лилия Елаевна, она очень хорошо, кстати, приспособлена для обитания в заболоченной зоне. Также на таких территориях много карликовых, карликовые березы. И они как раз формируют вот такую основу экосистемы. Давайте дальше. Мы взяли совсем небольшой участок в несколько километров протяженностью и проведем такую быстренько экскурсию наглядную. Что мы можем из покрытосеменных, то есть цветковых растений найти на болотах, чтобы никто не думал, что это такие территории, которые бедны растительностью, бедны видами, видовым разнообразием. Давайте дальше. Пожалуйста, вот посмотрите, сколько куст... Это основные кустарники и кустарнички. То есть здесь и карликовые формы, и березы, и ивы, и очень много ольхи, которая тоже приспособлена к жизни на заболоченных территориях. Давайте дальше. Это шиповник всем известный, пятилистник, он же курейский чай, рябина сибирская, которая тоже, кстати, принимает карликовую форму. Далее. Это вот очень интересное семейство вересковое. Думаю, все с ним знакомы, поскольку ягоды собирают тоже все. Очень интересное семейство. Практически все растения являются лекарственными, очень выносливые. И именно они создают в летний период такое разнообразие красок на заболоченных территориях. Давайте дальше. А вот это вот очень редкая находка. Еще раз вспомним о том, что болота позволяют продвинуться дальше на север многим растениям, которые произрастают гораздо южнее. Вот этот пальчатокорейник солончаковый, который, допустим, нормальный совершенно привычный вид для более южных территорий, допустим, для Иркутской области. Краснокнижный, кстати, вид. Он постепенно перемещается к северу. Благодаря вот таким территориям, где создаются благоприятные для него условия. Дальше. Это однодольные травы, которые формируют общий вид, опять же, заболоченных территорий, болот. Вот вы можете увидеть на первом рисунке, на первой фотографии как раз вот эти вот кочки, бачажины, которые формируются как раз корневой системой с растанием вот этих осок из лаков. Давайте дальше. Это тоже такие вот очень красивые растения, тоже, я думаю, всем знакомые. Это двудольные травы, семейство розовые, например, та же княженика, кровохлебка. Все это цветет практически на протяжении всего лета, ну, за исключением княженики, конечно. Давайте дальше. Вот, и семейство лютиковые. Это те самые прострелы, которые мы ошибочно называем подснежниками. Ну, для нас, естественно, они подснежники, скоро они уже тоже появятся. Далее. Иногда они цветут, кстати, во второй половине лета, неожиданно, даже ближе к осени, если лето достаточно теплое. И вот еще несколько семей Столстянковые, Бересклетовые, Гречишные. Вот это совершенно обычное тоже для наших болот, очень красивое растение. Белозор болотный. Думаю, многие его встречали. Так, давайте дальше. Двудольные травы тоже, тоже нам всем знакомы. Горошек мышины и его родственники, которые часто принимают за тот же горошек. Это и острогалы, и донники. Далее. Вот. Иван-чай, который... Прерву мероприятие. У нас осталась минута, и я хочу, чтобы вы, если отключатся, вы присоединились по той же ссылке, которую я вам всем отправляла, и подключиться повторно. Потому что мы не уложились, получается, и вопросов там было очень много, и я хочу это озвучить. Хорошо. Да, слышно. Да, хорошо. Вот. Ну, на этом слайде есть... Есть иван-чай семейство кипрейное, которым зарастают горельники. Я думаю, многие видели целые поля иван-чая на месте горельников. Это вот одно из таких пионерных растений, которое приходит на гаги и постепенно залечивает эти раны. И очень красивое такое семейство, это горчавковое. Так, далее. Интересное растение. Костелея красная, которая паразитирует на корнях других растений, поэтому вот имеет такую бледную окраску. Борщевик рассеченный, ну, это не тот борщевик, которым можно так обжечься, как, например, борщевиком кавказским. Поэтому так его бояться не нужно, но и все-таки не стоит его потреблять в пищу. Далее. Лекарственное растение. Очанка гребешковая, которая на самых влажных участках растет. Это колокольчики. Колокольчик сборной, колокольчик ландорфа. Далее. И семейство, очень большое семейство сложноцветных. Тоже много интересных растений. Вот, например, кошачья лапка двудомная, это на третьей иллюстрации. Она такие вот целые ковры образует. Далее. Ну, вот, подведем такой вот небольшой, небольшой итог. Это, это исследование небольшое было выполнено для одного из мероприятий Русского географического общества. И даже на таком небольшом участке заболоченной территории в Мерлинском районе были обнаружены целых 48 видов цветковых растений, которые подлежат 19 семействам. Для северного региона это очень много, что говорит о том, что именно здесь, именно на таких территориях создаются условия, подходящие для увеличения биоразнообразия. То есть это вот такие вот участки, которые способствуют защите и увеличению подходящих для многих растений территорий по движению их в более северные регионы. Давайте дальше. Так, ну, это литература, я думаю, в вашей библиотеке тоже некоторые на книжке есть для интересующихся. Я привела здесь такой список. Так, ну, и подводя итог, можно сказать о том, что болото – это и аккумулятор, и такой вот перераспределитель вод в нашем регионе, и место, где очень много торфа залегает, то есть полезного ископаемого, и болото влияют на гидрологический режим, атмосферный режим, на увеличение разнообразия и на сохранение, в первую очередь, этого биоразнообразия. То есть вот такие островки жизни и коридоры, по которым растения продвигаются дальше на север. Так, ну, жду ваших вопросов. Так, вопросы. Ну, жалко, да, то, что у нас чат пропал с предыдущего отключения. Не видно, конечно, к сожалению, ничего. Я вспомню, там был вопрос про волонтерство экологическое, увеличение его популярности, да, в среде молодежи. Ну, да, вроде был такой вопрос. Да, был такой вопрос. Давайте, да, по нему тогда ответим. Можно, например, вот на примере даже компании «Алрос Алказай», то, что как раз-таки экологический центр компании занимается как раз-таки популяризацией данного направления. Проводятся и проводились и будут проводиться различные акции, например, это и с привлечением школьников, и студентов, и взрослого населения города Мирного. Например, это какие-то субботники, потом эко-квесты для школьников. Потом, что еще было-то у нас. Потом, получается, в магазине у нас проводилась акция, у нас в одном гипермаркете. Там, получается, у нас работали сотрудники экологического центра, как раз-таки давали взамен тем пакетам, которые там реализуются, да, в магазине. Они выдавали те пакеты, которые как раз-таки и будут долговечными, и как раз-таки они из перерабатываемых материалов. То есть это либо какая-то ткань, либо как раз-таки уже крафтовые пакеты. Ну, точнее, цвет их крафтовых, коричневый. Ну, в целом, все были довольны, все были рады. Также у нас что еще проводится? Ну, вот у нас в этом году планируется акция «Неделя фильмов» на тему экологии. Поэтому, да, развивается данное направление. Также еще у нас здесь по городу есть ряд организаций. Также школы принимают участие. Вот, например, «Алмаз Аргенбанк» собирает рыжки от пластиковых бутылок. Потом дети школы номер один города Мирного собирали батарейки. Также экологический центр тоже реализовал данную программу в 2020 году по сбору батареек. Наверное, в Якутске есть. Наверное, в Якутске тоже есть такие. И сортировка мусора, да, вот я слышал, в Якутске есть. Там устанавливаются различного цвета контейнеры под бумагу, пластик, другие виды отходов, стекло. Ну, как бы вот тоже селективный сбор отходов. Очень радует то, что, так скажем, нынешнее поколение школьников, оно становится более так вот экологически грамотным. Экологически грамотным становится. Я даже очень радуюсь, когда наблюдаю, что многие школьники, студенты пользуются многоразовыми сумками, то есть уже отказываются от пакетов в супермаркетах. То есть очень много становится молодежи с шопперами, с окосумками. Они пользуются многоразовыми бутылками, уже гораздо меньше популярность вот этих вот покупки каких-то одноразовых, например, там, коробочек с соком. Практически у каждого есть с собой бутылка. Есть и те, которые отказываются от излишнего употребления, например, хотя это, конечно, для многих очень сложно. Радует, что это действительно продвигается в широкие массы, это не становится таким вот уделом какой-то отдельной группы. Это уже такой вот общий и набирающий силу тренд. У нас еще один вопрос. Здравствуйте. Как сохранить ненарушенную человеком экосистему леса, болота, жизнь которых не прервалась, а окружающая среда оставалась пригодной для жизни в течение сотен миллионов лет, спрашивает Александра. Вы имеете в виду, наверное, геликтовые зоны, то есть те, которые сохранились в таком вот первозданном состоянии с прошлых геологических упор, да? То есть такие вот участки. Верно? Я правильно вас понимаю? Да. Ну, в первую очередь, конечно, все, видите, еще все меняется, и вот сохранение таких геликтовых зон, это скорее такое вот, с точки зрения биологии и геологии, это такое чудо, что где-то сохраняются такие зоны. Но что мы можем для них сделать? Это, ну, и, естественно, постараться свести к минимуму их какое-то хозяйственное использование. Это если они, естественно, вызывают очень большой интерес туристический, рекреационный, поэтому необходимо этот туризм приводить в какой-то цивилизованный вид, то есть чтобы там создавались какие-то экотропы, чтобы можно было, ну, вот, например, если кто-то бывал в Акутской области, в Байкальском заповеднике, то понимает, о чем я говорю, то есть это такой вот цивилизованный туризм, когда есть определенные маршруты, по которым можно передвигаться, определенные мероприятия проводятся по защите таких вот, например, зон произрастания геликтовых кедров. Ну, и у нас, я думаю, надо организовывать что-то подобное, чтобы, если мы хотим, мы всегда хотим увидеть такую красоту, то мы должны делать это очень бережно, то есть ничто не, чтобы там была запрещена, естественно, охота, какой-то дикий туризм, все вот было направлено, в первую очередь, на бережное такое сохранение. Ну, есть факторы, на которые мы повлиять, к сожалению, не можем, это там какие-то климатические изменения, естественно, они тоже будут оказывать свое влияние, ну, тут уже от нас мало что зависит. А вот так вот оградить, сберечь и понять, в первую очередь, как функционирует вот эта вот геликтовая экосистема, мы можем. То есть, например, понять, что определенному виду животных нужна определенная по размерам, допустим, территория охотничьих угодий. Ну, почему, например, когда мы там спасаем какое-то хищное животное от вымирания, мы должны понять, что ему нужен ареал определенный, не только условия какие-то создать, но и чтобы ему было где охотиться, где жить, где выводить потомство. Ну, и здесь речь о том же, то есть мы должны понимать, что это не должно сводиться к какому-то такому маленькому участку, где рано или поздно все равно эти виды геликтовые начнут вымирать и очень быстро, лишившись вот этих вот связей между собой основных. У меня тоже есть вопросы. Я хотела бы спросить про... Я читала в новостях, да, что Агроса стала официальным партнером плейстер-сценового парка масштабного экологического проекта по созданию высокопродуктивной экосистемы, схожей по своим принципам с экосистемой мамонтовых степей позднего плейстер-сцена. Мостер немножко рассказать об этом. Да, это очень интересный такой эксперимент. Не секрет, что в некотором периоде у нас длился очень долгое время. Не так давно закончился по историческим меркам. И в течение этой эпохи были и потепления, и похолодания. Были времена, когда, допустим, на территории Якутии, в средней части Якутии, например, обитали бобры, которые сейчас не обитают. Потом опять наступало похолодание. И те же, например, виды, которые характерны для субарктических пустын, они продвигались южнее. То есть все было не так однозначно, как воспринимается. То есть все-таки этот период был достаточно длительный, неоднородный. Но на протяжении, на всем его протяжении, основой для обитания вот этой вот ледниковой, или, как говорят, мамонтовой фауны, были как раз вот такие вот степи, частично образованные как раз такими участками вечной мерзлоты, где-то подтаявшими, где-то образующими что-то на вроде современных халасов. И если в других регионах такие экосистемы, похожие на такие ледниковые степи, они уже исчезли, а они были повсеместно, то есть это, допустим, та же и Европа, и, например, Северная Америка, и доходило даже до достаточно южных, умеренных широт, то в Якутии они сохранились, правда, на ограниченном пространстве. Сохранились в достаточно похожем на изначальное свое состояние в виде. И чтобы мы могли воссоздать вот эту вот мамонтовую фауну, пусть пока и без мамонта, там ведутся, конечно, эксперименты, например, по редактированию генома азиатских слонов индийских. Пока у нас есть овцебы, пока у нас есть бизон, пока у нас есть те же лошади, очень похожие, кстати, на древних лошадей, вот эта вот древняя якутская порода, мы можем воссоздать для них подходящие условия. То есть вернемся к тому, что вот этот биотоп, то есть вот эта вот флора, растительность, сами там почвы, они находятся в постоянном взаимодействии с животными, которые там обитают. То есть для того, чтобы это сохранялось, как ни странно, нужно, чтобы кто-то это все выедал, вытаптывал, приводил к какому-то вот такому удобному для себя состоянию. То есть это вот такой вот процесс, процесс обоюдный. И есть такая идея, что если у нас будут животные из этой ледниковой мамонтовой фауны, если они будут обитать на похожих, в похожих ландшафтах, то через некоторое время они эту экосистему смогут привести вот к похожему на ледниковые периодсостояния. И при этом сохранить ее. То есть это, ну, такой вот немножко парадоксальный, кстати, вывод, но тем не менее достаточно логичный. То есть вот мы берем этих животных, заселяем их в похожие условия, и через некоторое время экосистема приходит вот в такой вот баланс. То есть у нас получаются ландшафты, похожие уже достаточно сильно на ландшафты времен мамонтов. А дальше мы можем уже их... А дальше они становятся стабильными, ну, вот как в случае с заполоченными территориями. То есть такая стабильная экосистема, которая позволяет уже вводить туда новые виды, более, допустим, крупные, которые смогут обитать только там, например, где сохранилась вечная мерзлота. А именно вот такие участки степные, они будут эту вечную мерзлоту сохранять. А значит, кстати, в глобальной перспективе позволят замедлить наступление глобального потепления. То есть таяние вечной мерзлоты, оно все-таки высвобождает огромное количество метана, например. А здесь вот эта вот зеленая растительность, лесостепная, она будет сохранять сохранять вечную мерзлоту в достаточно стабильном состоянии. И в итоге мы получим вот такой вот ландшафт, где сохраняется и вечная мерзлота, и вот такие вот лесостепные участки, на которых будут обитать очень интересные для нас виды из ледниковой мамонтовой фауны. Ну, я надеюсь, не слишком вас запутало. Кстати, ВКонтакте есть очень интересная группа, посвященная пристанционному парку. Они там выкладывают все свои новости и очень много пишут о ледниковой фауне, о фауне других эпох. И я вам советую туда заглянуть и много интересного оттуда почерпнуть. Спасибо. Хорошо, обязательно. Спасибо. Вот еще один вопрос. Сейчас о волонтерстве в тренде, как вы думаете, возрешенность населения? А, вот мы на это отвечали, да, уже. Ага, ответим. Так, давайте дальше. Ага, так. Скажется, больше вопросов нету или есть. А, вот адаптивность, искусственно-естественно-мигрировавшую живность. А, то есть здесь уже не о растениях, а о животных, да, которые заселяют другие ареалы, да, как она адаптируется, как адаптируется эта фауна, да? Я правильно понимаю, да? Ну, если какой-то вид перемещается на север или на юг, ну, значит, у него все-таки достаточно широкий такой диапазон адаптационных возможностей. Единственное, что человек не должен излишне увлекаться какими-то вселенцами, допустим, брать какой-то вид, который никогда не обитал в этой зоне, и вселять его. Это обычно заканчивается... Да, да, то есть если вид естественным образом расселяется куда-то севернее или южнее, то это естественный природный процесс. А если мы берем какой-то вид и начинаем его для каких-то своих собственных целей куда-то вселять, то чаще всего это заканчивается, ну, если не экологической катастрофой, то какими-то вот очень неприятными последствиями. Были, конечно, были, конечно, хорошие там какие-то примеры, но их очень мало. Допустим, та же гамбузия, которая избавила обширные южные территории России от маляги, такая рыбка небольшая, гамбузия, которая поедала личинки комаров малягиных. Но в большинстве случаев ничем хорошим переселение человеком каких-то видов в другие регионы не заканчивается. Но мы можем возвращать виды, которые по какой-то причине, особенно если это было связано с человеком, с антопогенным воздействием, исчезли на определенных территориях. То есть вот так, допустим, был реаклиматизирован овцебык. То есть из популяции, которая сохранилась на ограниченном ареале, были взяты молодые животные, они дали начало популяции, в том числе и в Якутии. То есть теперь у нас достаточно много овцебыков уже, они могут и жить в таком диком состоянии, и использоваться человеком. То есть все знают, что у них такая вот длинная, очень густая шерсть, у них хороший подшерсток кивиут, из которого в перспективе можно делать очень теплую одежду, которая теплее даже гагачьего пуха. То есть для арктических и антарктических условий это просто находка. Ну и если говорить о том же плестоценовом парке, то есть мы можем там возвращать какие-то виды, которые в прошлой геологической эпохе обитали. Но это все, конечно, надо делать очень осторожно, изучая современную ситуацию, потому что иногда бывает, что условия изменились, или, например, вводя какой-то вид, мы повредим тем, которые живут, живут уже здесь, обитают. Есть очень такие вот агрессивные виды, которые вытесняют другие. Очень важно не затронуть при этом виды эндемики, то есть виды, которые на какой-то очень ограниченной территории обитают. Например, мы там вселяем какой-нибудь вид рыб, который достаточно быстро начинает размножаться и расселяться, и он начинает вытеснять какие-то виды, которые размножаются медленнее, для которых нужны более узкие диапазоны условий. Как говорится в экологии, они, допустим, являются стенобионтными видами, то есть с очень узким диапазоном адаптационных возможностей. Да, мы можем какие-то виды расселять, какие-то возвращать, какие-то там оберегать на какой-то поделомой территории, то мы всегда должны иметь в виду, что нужно учитывать всю массу вот этих вот связей в экосистеме, чтобы не навредить. Ну, как у врачей, не навреди. Действительно. Так, какой там вопрос? Вот еще вопрос. Ну, пока в теории только или уже в практике в каких-то районах введены по ЦБКМ и как? Считаете, что они провалились в цепочку, не устроились, до сих пор требуют специальных угодиц? Ну, я думаю, здесь пока рано еще какие-то вот такие масштабные итоги подводить, потому что где у нас? У нас сейчас есть, получается, несколько популяций, пока еще не выведенных, за исключением, наверное, острова Врангеля, не выведенных в дикую природу полностью, полноценно. То есть пока что эксперимент идет, естественно, вот возвращаемся к тому, что надо изучить полностью взаимодействие. Тут это идет опытным путем. Сможет ли вид обитать в наших условиях? Не сможет полностью в самостоятельном состоянии? Очень важно, чтобы вид вселенец, он занял определенную экологическую нишу, при этом не навредив другому виду и не будучи им вытесненным. То есть экологическую нишу у нас может занимать, одну экологическую нишу может занимать только один вид. И если у нас уже есть на какой-то территории вид определенный, который занимает какую-то экологическую нишу, то его либо оттуда вытесняют, либо он вытесняет пришельца. Ну, у нас все-таки территория республики большая, овцебуков в нескольких пытались точках вселять. Где-то они не смогли приспособиться, где-то пока еще непонятно, честно говоря. То есть таких прямо крупномасштабных вселений в дикую природу пока не происходило. Они все равно обитали на каких-то огороженных территориях. Но эксперимент еще идет, сложно сказать. Для этого надо нарастить популяцию, выпустить ее в дикие условия и при этом не вмешиваться. А потом посмотреть уже, что будет. А пока мы вмешиваемся, мы с трудом можем судить о итоге эксперимента. Но пока наращивается численность, пока изучается, какие они болезни. Какими болезнями они заражаются, как они иммунитет формируют, как они взаимодействуют с другими видами. А пока они еще в полной мере с ними все-таки не взаимодействуют. Их человек где-то подкармливает, где-то лечит, где-то еще что-то. Ну, в общем, надо нарастить популяцию, выпустить в природу и посмотреть, что произойдет. А с крупными животными, которые размножаются не очень быстро и взрослеют не очень быстро, это всегда сложно. Это все-таки не мышки, не дрозофилы. Это всегда трудное дело. Давайте начнем. Надеюсь, ответила на ваш вопрос. Спасибо. Два или три поколения. А, вижу, да. Два или три поколения, это все-таки маловато для такого крупного животного. Ну, конечно, проводятся там исследования, я думаю, я об этом проекте знаю просто вот как такой заинтересованный наблюдатель, скорее, сама этим не занимаюсь, поэтому, конечно, не могу сказать в полной мере. Возможно, вам стоит обратиться к тем, кто этот эксперимент проводит, но за информацией стараюсь следить. Два или три поколения для животного, продолжительность жизни которого достаточно длительная, более 15 лет, это все-таки не так много. Тем более, когда мы какой-то не ведем направленный отбор. Ну, как вот, допустим, породы собак выводим или там каких-то других домашних животных, мы ведем направленный отбор. Здесь такого отбора не идет. Здесь идет естественный отбор, он всегда занимает больше, гораздо времени, чем искусственный, направленный человеком. Поэтому два-три поколения, это немного. И судить по такому маленькому сроку об успехе эксперимента, это трудно. Поэтому я пока не знаю, как ответить на этот вопрос. Я не думаю, что это можно назвать провалом, я не думаю, что это можно назвать полной мере успехом, но пока идет работа, пока идут исследования. Наверное, через некоторое время, еще когда сменится хотя бы десяток поколений, мы сможем о чем-то судить. Ну да, это сложно, потому что животное крупное размножается сложно и все-таки достаточно редко для того, чтобы поколения быстро сменялись. Если еще есть вопросы, вы можете их задать. Я пока задам наш традиционный вопрос, который задаем нашим гостям. У вас есть любимая книга? Что вы посоветовали нашим? Кстати, если брать нашу природоохранную экологическую тематику, то я бы очень посоветовала всем прочесть книжку Фарли Моуэта, канадского писателя «Не кричи волки». То есть нам на современном этапе очень важно формировать в первую очередь такое экологическое сознание, экологическое мировоззрение. То есть понимать, что все-таки бездумно вмешиваться в природу, что-то оттуда изымать, что-то туда вводить или как-то руководствоваться исключительно своими какими-то целями, мы не можем, потому что природа одновременно и очень хрупка, и с другой стороны может нас своими жерновами перемолоть. То пошел такой вот парадокс нашего существования, сосуществования с нашей планетой. Но в этой книге «Не кричи волки» говорится об очень интересном эксперименте, который привел к неожиданным результатам, там канадский биолог, сам вот как раз автор, это биографичная история, был направлен в середине 20 века, был направлен в полевые условия для изучения популяции волков с целью, как ни странно, изначально цель была поставлена так, что вот волки истребляют стыда оленей. И как с ними бороться, с волками? Охотники жалуются, что олени стало мало, олени больны, олени слабы. А в итоге автор приходит к выводу, что волки тут ни при чем. Волки, как бы не приелось это избитое выражение, они санитары, они даже старые способны все-таки охотиться только на животных старых, ослабленных, и очень редко добывают животных, так скажем, в самом расцвете сил, с хорошей генетикой. А что делают наши охотники? Они берут только вот самых красивых особей, самых сильных, с самыми в перспективе хорошими генами, которые могли бы участвовать в естественном отборе, но и таким образом ослабляют популяцию. А волк, существо всеядное, в принципе, для него крупные, крупные, копытные, это не основа рациона, далеко не основа, то есть они питаются и мелкими животными, кое-где даже рыбой. Ну, почитайте книжку, это правда интересно, потому что человек попробовал пожить жизнью волка, питаться, как он, видеть мир, как он, и это все действительно эксперимент, который был проведен, это не художество, это произведение, нельзя назвать полностью художественным, сказать документальным, но написано очень хорошим языком, книжка там читается действительно на одном дыхании, и вы очень многое поймете о природе, и о природе севера, и о экологических связях в целом, может быть, по-другому посмотрите и на такое достаточно распространенное у нас, как непечально развлечение, как охота, то есть это одно дело, когда это нам необходимо, а другое дело, когда это вот превращается в такое кровавое развлечение. Стоит ли? Зачем? Ну, задумайтесь. Очень интересная книга. И еще один вопрос, и у нас осталось 6 минут, я быстренько прочитаю этот вопрос, это, наверное, будет уже последний вопрос, потому что у нас уже время санчивается, и популярное, как санкции повлияли в вашей программе до 30-го года по экологии, были встроены несколько программ, на которых без участия специй и оборудований из тех мест невозможно выполнять эти программы. так. У нас 5 минут. Паш, поможешь? Ну вот, в целом по программе, как оно вот повлияло, ну, пока не могу сказать точно, потому что, ну, не до конца сами тоже в курсе происходящего. Потому что все это только выстраивается, пока нет каких-то точно принятых решений, поэтому вот, ну, тяжело сказать, поэтому это будут только какие-то предположения, а вот, ну, тоже об этом, ну, не хочется говорить, пока, ну, нет каких-либо документов, и так далее. Хорошо. Если у наших читателей нет вопросов, то наша встреча уже подходит к концу, и мы благодарим вас за очень интересное мероприятие, и желаем вам дальнейших успехов и вдохновения. Спасибо вам большое всем, что согласились. Спасибо вам. А вот у меня вопрос. Вам спасибо за приглашение. А какие вот еще, ну, кто еще принимал участие? Какие компании, либо какие личности? У нас принимал участие Антон, который мусор забирает, и еще у нас Министерство экологии принимало участие. А как часто как часто проводится? В основном по сбору мусоров были у нас мероприятия, два наших мероприятия. А как часто проводятся данные собрания в Зуме? Ну, вот обсуждение каких-либо там интересующих вопросов, либо ситуации, может быть, в целом? Ну, этот проект будет длиться год, и в следующем месяце тоже будет, хотя, нет, с мая, наверное, возобновится, или в следующем месяце, я точно не знаю, как будет, но, наверное, будет. Если будут интересные темы, то можно, наверное, в последующем также принимать участие, да? Только заранее, чтобы вы говорили, чтобы, в общем-то, продумали вопросы, задавали, и предварительно мы могли бы подготовиться, ответить. Ага, хорошо, обязательно. Ага. Ну, я думаю, общего характера вопросов как раз интересно отвечать так, в живой беседе, а то, что касается, действительно, каких-то наших программ, то, да, больше мы информации можем дать, если заранее. Ага. Так, конечно, в формате живого диалога, мне кажется, это даже интереснее. Да, так намного интереснее получается. Ага. Спасибо всем. А вот еще такой вопрос, а как вот узнают жители городов в целом республики о как раз-таки проводимой конференции? Посредством чего они об этом узнают? Ну, у нас есть... Вот как раз-таки, если учитывать сейчас то, что у нас Инстаграм не работает, там, ну, на Телеграм не все подписаны, и WhatsApp там тоже много не добавишь. Ну, это наша работа с ленщиков, и они делают рассылки, и еще у нас есть страница ВКонтакте, и мы через ВКонтакте тоже люди смотрят и заходят на нашу помощь. Наши постоянные читатели тоже есть, которые заходят. раньше был выше, да, онлайн в разы, да, наверное? Потому что вот у нас было 39 участников вот на первой части конференции, на второй уже вот 19 было максимум. То есть у вас было больше, да, наверное, раньше участников? Ага, ну, почти так же, но чуть-чуть, чуть больше, ага. Чуть-чуть больше, да? Ну, значит, хорошо работают ваши люди. Ага. Хорошо, спасибо, мы еще хотим позвать вас, если что, и хотим на дальнейшее сотрудничество с вами. Спасибо вам за выступление. Спасибо вам за приглашение. Будем рады. Ага, хорошо. Спасибо вам тоже за выступление. Спасибо. Всем до свидания. До свидания. До свидания.